Доброе утро, дорогие друзья! Вот с этого проницательного взгляда спасителя мира, с картины Евгения Бочарова, мы и начинаем наш день. Поскольку есть чего спасать и в плане засухи, и в плане коронавируса, и в плане депозитов наших с вами. Особенно в марте, друзья, это было очень тяжело, но март, друзья, закончился уже 1 апреля, и я надеюсь, что апрель будет месяцем совершенно другим, скажем, более, гораздо успешным для нас, для всех. И это абсолютно серьезно, хотя сегодня 1 апреля, день шуток, нет, нам не до шуток, надо пахать по 25 часов в сутки, чтобы что-то заработать. Это мы с вами прямо сейчас и начинаем. Меня зовут Игорь Суздальцев, вы на интерстриме инвесторов Ютрейд ТВ, мы начинаем программу инвестиционные идеи. За сегодня 1 апреля 2020 года, среда. Смотрим, как обычно, демонстрацию рабочего стола, технический анализ, затем обсуждаем идеи фундаментального анализа. Обстановка, макроэкономика, как это влияет на рынки. Хотя некоторые из наших участников отрицают страновой, так сказать, элемент фундаментального анализа, но напрасно. Жизнь показывает, особенно в наше бурное время, геополитические, петрополитические вопросы, то есть вопросы нефтяной политики, они прямо влияют на рынок, а окружающей действительности нам никуда не деться. Итак, евро-доллар, коллеги, посмотрите, как мы нырнули вчера, как нас вытянули. И казалось, что доллару кирдичиссимо нет. Доллар продолжает давление, 1,0974, и я на сегодня вижу продолжение давления. Пока, во всяком случае, отбоя нет. Фунта вообще вчера выкатили в плюс, но выше уровня 1,2485 подниматься не дают, сегодня опять вниз. Стратегия торговли сейчас очень простая. Видим тренд, торгуем до 16.30. В 16.30 закрываемся и смотрим, куда потянут американцы. Они сейчас абсолютно доминируют после 16.30, делают что хотят, спорить не надо. Угадывать, пытаться направление, куда потянут после, бесполезно. Сейчас Европа выходит вместе с нами, все перешли на летнее время. Европа выходит вместе с нами, вот они уже потянули фунта вниз, и не будем спорить. Значит, фунт вниз до 16.30. Друзья, торговля не интродэй сейчас очень опасна. Это серьезное такое занятие в это бурное время, поэтому всем советую все-таки как-то покороче, может быть, торговать в это время, пока у нас работают два глобальных фактора. Снижение цен на нефть и пандемия коронавируса в мире. Будем наблюдать, по мере изменения ситуации, будем менять и торговые планы. Пока такой. Доллар и японская иена вчера снизился, сегодня пытаются отбиться, но слабее значительно, чем по другим инструментам он растет. Вот, во всяком случае, покупать доллар иену я бы пока не стал. Продавать, наверное, тоже вне рынка по этому инструменту. Доллар и франк, ну, однозначно. Вчера его и опустили вниз на меньшую величину, скажем так. А сегодня он отбивается живенько, активненько. 0.96.36, да, доллар-франк наверх, доллар-канадец. Та же история. Вчера вниз, сегодня наверх, стоим наверх. Австралиец. А его вчера не вытащили, поэтому продажа австралийца может быть центральной идеей сегодняшнего дня, друзья. Его не вытащили в плюс. Не смогли. Неужели мы опять идем на ужасную цифру 0.55-0.8, которая была в середине марта? Это вообще катастрофа так-то. А туда еще 500 пипсов идти. Такое впечатление, что второй заход, друзья, на дневном графике. Посмотрите. Падаем, падаем, падаем. Резкое движение. Попытка отбоя. Не дали выйти выше. Вот где стала точка преткновения. Вчера она хорошо проявилась. Посмотрите. Несколько торговых сессий побились. И сегодня идем 0.61-0.65 в моменте. И, кстати говоря, здесь можно поставить вчерашний лой. Если мы заходим за него, то и закрепляемся ниже хотя бы пару часов, то 100% уже явно посадимся ниже. Но пока на вчерашнем лое стоим. 0.60-70 прямо сейчас в моменте. Да, наблюдайте. Здесь может быть идея очень хорошая. Глубокого падения вниз на 500 пипсов. Вполне, вполне. Причем за пару недель. То есть достаточно быстро. Но кто-то торгует эндродэй коротко, поэтому ему не обязательно за эти две недели. А так-то и для акционщиков есть возможность. Доллар турецкая лира. Да, смотрите. Всю неделю стремительный рост. 6.63-55 в моменте. Можно покупать доллар по турецкой лире. Да. Слушайте, дает надежду, потом обрушает ее. Торговый диапазон сложился. Нет у меня идеи по рынку, друзья. И вниз покупать опасно. Есть поддержка. И вверх покупать. Имея в виду, допустим, сейчас вот такой торговый диапазон, в который мы опять ударили слой. И типа сейчас пойдет наверх. Ну, для меня, во всяком случае, неубедительно. Вне рынка. СНП-500 более понятно. Да, поросли. Сейчас снижаемся. Мне кажется, рост должен быть. Но хотя Трамп предупредил, что ближайшие две недели будут особенно трудными. Может быть, не сильно хорошо будет это для фанды. Но вчера, позавчера-то росли спокойно на этом. Не понимаю. Вне СНП-500. Та же история. Золото. По золоту попонятнее. Вчера пробой, сегодня ретест. Мне кажется, вниз. Ретест сделали. Не вижу я здесь наверх. Золото вниз. В моем понимании с текущих. Та же история серебро. Пробой. Сегодня ретест. И, наверное, продаем. Это, я говорю, с меньшей уверенностью, чем по валютным парам. Но вполне, вполне, мне кажется, это можно делать. Нефть, коллеги, вы помните, позавчера показали 19.22 по WTI. Напомню, что WTI до середины месяца мы будем торговать майский контракт. Вчера попытались вытащить. И все уже мы восприяли надеждами, что все, сейчас доллар, что нефть оттолкнулась и пошла наверх. Но новости сегодняшние, к сожалению, не впечатляют. Поэтому сегодня вижу нефть вниз, скажу вам откровенно. Бренд вообще нас расстраивает. Вчера, посмотрите, с какой высоты его опрокинули. Сегодня вниз. И уже обновляются ЛАИ 25.20. Это, я напомню, июньский контракт. Майский контракт сегодня завершается. Переходите все на июньский. И он будет падать, потому что он выше. У него контанга. Июньский контракт выше, чем майский. Но ясно, что он слопнется вниз, коллеги. Мне кажется, центральная идея сегодняшнего дня – продажа бренда. А сколько его будут снижать до уровня майского? Там 22-23. То есть пару долларов постоять вниз совершенно спокойно. Можно с утра. И это, на мой взгляд, центральная идея. Далее. Натуральный газ. Ну, смотрите, вчера-позавчера рос. Его вообще что-то... Ладно, уточнимся по натуральному газу. Потому что здесь он у нас... Надо посмотреть. Это у нас NGJ. А, надо поменять. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Стоп-стоп-стоп. Окно графика. Шаблоны. И дневной график. Это что у нас получается? Майский. А это у нас... Апрельский. Все понятно. Переход. Переход сделали. И теперь у нас все по-понятному. Закрываем апрельский. Майский. Майский контракт выглядит по-другому. Тоже вниз. Тоже вниз. Доллар китайский юан. Ну, посмотрите, какая пилорама тут вообще. Тут заработать нельзя. Но сегодня явно наверх. И доллар-рубль... Тоже сложный рынок. Сейчас в моменте 79.15. Вы знаете, что, друзья, наверх. И тренд наверх. И здесь вот этот треугольничек. Но явно сегодня это тащим. Потому что есть и новости по доллару. Такие более-менее интересные. И по российскому сорту нефти, к сожалению, не очень интересные. Новости. Причем, мне кажется, что... Евгений Питерский... Игорь, надо бакс обсуждать. А что вы имеете в виду обсуждать? Мы так-то вроде обсуждаем. Ну... Мы только что обсудили бакс. Я же только что показал график доллара. 79.25. Ну, 24 в моменте. Вот. Значит... Да. Единственное, что добавлю. Евгений Питерский пишет. У вас неправильный график. Ну, да. Вы... Ваш график... В какое время было сделано? Я могу сейчас купить и продать по этой цене. Правильный график, это по которой ты можешь купить и продать. Если у вас другое, давайте делать арбитраж. Надо же думать как-нибудь. Придумать надо как-нибудь. Купил дешевле, продал дороже. Все, друзья. Макроэкономические новости и индикаторы. Некоторых коллег попрошу выключить свои мониторы или уменьшить звук. Евгений пишет с утра на открытии. Ну, так уже 10.35. Вы что, Евгений? У нас же все летает, как не знаю что. Так вот, коллеги. Что хочу сказать. Новости. Вы знаете, что меня смущает прежде всего в этой ситуации? Американцы явно нагоняют тему, что все умрут, а я останусь. Типа у всех будет кризис, у всех будет плохо. А вот у нас все будет хорошо. И мы другим тоже поможем, если захотим. Это такая тема, знаешь, такое впечатление, что они все это организуют. Весь этот кризис. Ну, вот смотрите, о чем я говорил. Вышла статья гарвардского экономиста Кенета Рогафа. Специалист большой, известный по финансовым рынкам. И вот он говорит, что мир в ближайшее время будет выглядеть наиболее плохо за последние 150 лет. Такая заява. Но, внимание, следите за руками. Но США, вероятно, не достигнут уровня спада Великой депрессии. То есть у всех плохо, чем за 150 лет, а США не достигнут. Ну, такая пропагандистская накачка идет. Можно относиться к этому по-разному. Я, кстати, с юмором больше отношусь, потому что, ну, явно такая, такая, оляпистая работа, грубоватая. Но это влияет. Это влияет. Поэтому не учитывать это нельзя. Вот она тема. Все падают, а мы удерживаемся и первыми вырастим. Вот основа доллара сегодня. Вот философия какая. Более того, Дональд Трамп выступил и сказал. Пообещал обсуждать цены на нефть с Россией и Саудовской Аравией. Он говорит, что прошли продуктивные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным и с аудовским принцем Мохаммедом бен Салманом о ценах на нефть. И мы в курсе этого. Мы следим за новостями. Но такого что-то прям, каких-то решений объявлено не было. И он говорит, я присоединюсь к переговорам двух стран в подходящее время. Оба. Подходящее время. Это когда? Типа, когда захочу, тогда я присоединюсь. Для нефти это никак не полезно. Я вас уверяю сегодня. Поэтому нефтюшка, конечно, пока вниз. Во-первых, непонятно, есть ли вообще переговоры между Россией и Саудовской Аравией, если они есть. А я чувствую почему-то, что они есть. Но если они есть, они идут явно секретно, закрыто. Ну и никто не может сказать, что они есть. Хотя, может быть, уже в ближайшие дни узнаем. Потому что косвенно из выступления Трампа это следует. Ну и то, что он обсуждает и с Россией, и с Саудовской Аравией этой темы, уже, конечно, хорошо. Так что пока нефть низ, но вот какой-то прорыв, какое-то сообщение о чем-то очень хорошем, может быть в любой момент. Поэтому развивать, вернее, переобуться и быть готовым резко уйти в покупку нефти надо быть в любой момент, исходя из выступления президента США. Сегодня, сегодня пока нет для этого оснований. Более того, мы видим новости. Российская нефть подешевела, имеется в виду спотовая, не фьючерсы, а вот спотовая нефть с поставкой в порт, подешевела до 13 долларов за баррель. Это очень низкая цена. Ее не было с марта 99 года. Речь идет о сорте Юрлс. Что вызывает тревогу? Вчера эта цена называлась 16-20. 16 долларов 20 центов за баррель. Но, судя по комментариям, никто ее не покупает по этой цене. Вчера она подешевела до 13 долларов за баррель. Никто не покупает. Что сегодня ждать? 10 долларов за баррель. Эти цены мы уже видим на другие сорта, не самые популярные, но, тем не менее, это нефть, которая по этой цене ходит. Поэтому внимательно следим. Сама новость. 13 долларов, представьте, с марта 99 года. 21 год не было такой цены. Конечно, это такая новость сложная. И вырасти нефти на этой теме в целом будет трудно, потому что те же хорошие, скажем, те же американские сорта нефти, когда они видят, что Америка сейчас 25, июньский контракт с копейками, а российская 13, естественно, это приплющивает нефть вниз. Это естественно, когда видят качественную нефть, более дешевую. Поэтому это, знаете, самое такое, самое нагоняние происходит этой низкой цены. И пока это так. Поэтому сегодня покупать нефть я не готов. Главное, что следим за новостями из России, Саудовской Аравии и США по возможным договоренностям. В этой ситуации, естественно, наезжать на нас начинает Голлман Сакс. Главный сырьевой стратег Блумберг Джефф Карри. Должность мне его нравится. Главный сырьевой стратег. Он говорит, что Россия испытывает нехватку нефтехранилищ в стране. Да, все испытывают. Из-за чего может оказаться в крайне уязвимом положении, поскольку это может привести к остановке работы на старых советских месторождениях. И восстановить ее, имеется в виду добычу, будет невозможно. То есть он тоже нагоняет, что сейчас Россия затарится, остановит производство, резко цены упадут. Вернее, резко добыча упадет. Вот здесь вот это первый такой сигнал, который, мне кажется, намекает на разворот. Но, опять же, ждем официальных сообщений. Другие российские новости. Пропускаю следующие 10 грустных новостей, поскольку грусти и так хватает. Пара моментов важных для трейдеров. Принят закон об НДФЛ на проценты по вкладам. Вы помните, плюс 13 процентов, как только 60 тысяч наберется дохода по всем вкладам. Ну, прочитайте внимательно. Вот это третье чтение в Госдуме пройдено. Теперь Совет Федерации, президент подпишут. И, я думаю, пару дней появится. А вот эта новость тоже очень важная. Налоговая российская получила доступ к данным об электронных кошельках россиян. Банки с 1 апреля будут автоматически, ну а позади каждой электронной системы есть банк, с 1 апреля будут автоматически уведомлять ФНС, Федеральную налоговую службу, об открытии россиянами персонифицированных электронных кошельков, а также об операциях по ним при налоговой проверке. До сих пор такой порядок действовал для банковских счетов. Ну, естественно, относится это ко всем типам электронных кошельков. Яндекс.Деньги, Киво-кошелек, WebMoney, PayPal и так далее. Эти изменения в налоговый кодекс вступили в силу с сегодняшнего дня, с 1 апреля 2020 года. Поэтому, друзья, будьте бдительны, уплата налогов становится еще более неизбежной. Имейте это в виду, не надо рисковать. Ну, как бы, у нас нормальное налоговое законодательство в этом плане. 13% для физлица, 4% для самозанятых, если он обслуживает физлица. То есть, тут тоже есть о чем подумать, разные варианты работы есть. Я бы сказал, что официально совершенно организовать свою работу с нормальным налогообложением можно. Ну, плюс ко всему, плоская шкала 13% – это очень хорошая система налогообложения, могу вас заверить. По сравнению с другими, скажем так, мировыми практиками в Штатах максимум может быть 39%. В Европе до 45% может быть налогообложение, уже, конечно, с высоких уровней. Но все равно, сама планка достаточно высокая может быть. Все, друзья, двигаемся дальше. Что у нас макроэкономические индикаторы, крупные спикеры. Сегодня, в среду, 1 апреля. А вот кроме нефти, наверное, да, ничего такого и не скажешь. Да, запасы сырой нефти в 17.30 ждут положительный результат 3,9 миллиона баррелей. Что, конечно, тоже добавит некоторое движение, добавит некоторое ускорение движению вниз. Все, друзья, вот так выглядит рынок. Давайте спросим у монеты, что она думает насчет сегодняшней нефти. Вчера она была, к сожалению, права. Состоялся селл. Ну, давайте посмотрим, кто сегодня, бай или селл. Селл, волнуемся, бросаем, смотрим, видим, что-то, понял. Селл видит сегодня монета, к сожалению. Ну, будем надеяться, что она сегодня пошутила. И внезапно сейчас выйдет кто-нибудь и скажет, все, покупаем нефть и понеслась. Но пока у нас. Подводим итоги, коллеги. На мой взгляд, доллар хочет доминировать в моменте по многим инструментам. Поэтому покупка доллара выглядит наиболее интересно и привлекательно. По тем валютам, которые вы верите, что будут слабее других. Это может быть и евро, и австралийский доллар, и турецкая лира. По фонде и по золоту, по фонде и по металлам в целом у меня нет позиции. Они движутся разнонаправленно. На мой взгляд, непредсказуемо. Поэтому призываю всех к бдительности. Нефть. Очень хочу сказать, и я дождусь своего часа сказать, что нефть наверх. Но это не сегодня. Друзья, всем ситуациям на рынке надо смотреть прямо в глаза и говорить себе открытым текстом. Открытый текст по нефти сегодня выглядит так. Нефть вниз. Спасибо, коллеги. Всем удачи, хорошего настроения.